Футбольный клуб Нижний Новгород поздравляет всех журналистов с профессиональным праздником и приветствует вас на матче Нижний Новгород, Рубин, Казань. Представляем состав играющих сегодня команд. Команда Рубин, город Казань, ворота защищает Артем Исмакилов, номер 23, номер 2 Карл Астафель, номер 5 капитан команды Филипп Куремович, номер 12 Александр Зуев, номер 31 Георгий Зотов, номер 6 Инбом Бан, номер 21 Вича Воросхимов. Номер 28 Оливер Абельгор, номер 70 Сиан Акшаватович, номер 87 Солдмурат Бакайев, номер 9 Джорджи Деспотович, главный тренер команды Рубин Леонид Суцкий. Представляем состав команды Нижний Новгород. Ворота защищает Артур Никматуллин, номер 90, номер 22 Никита Каркоев, номер 24 Кирилл Гацук, номер 23 Даниил Пенчев, номер 98 Дмитрий Югалкин, номер 41 Александр Саветович, номер 61 Денис Ткачев, номер 78 Николай Калинский, номер 6 Артем Симонян, номер 17 Игорь Горбунов, номер 93 Тимур Сулейман, главный тренер команды Александр Киржаков. Сегодняшнюю встречу суден. Главный судья Алексей Биров, город Нижний Новгород, помощники судьи Дмитрий Гурьянов, город Балахна, Михаил Байцеров, город Нижний Новгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На футбольной поле приглашаются команды Нижний Новгород и Рубин Казань. А.Кулакова 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 Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы с вами на стадионе Нижний Новгород и в ближайшие полтора часа нам с вами предстоит посмотреть товарищеский матч между футбольным клубом Нижний Новгород и Казанским Рубином. Давайте сразу к составам команд. Гости Казанский Рубин, Артем Исмогилов в воротах 23 номер, Карл Старфельд 2, Филипп Уремович капитан команды номер 5, Александр Зуев номер 2, 31 Георгий Зотов, Хван Инбом номер 6, Ховичек Вороцкий. Хиле 21 номер, Оливер Абельдгор номер 28, Сеат Хакшабанович номер 70, внимание, подача и что будет угловой или это было перекладина. Да, судя по всему в перекладину мяч попал, но контролировал ситуацию здесь Артем Исмогилов, поэтому, наверное, сверхопасным моментом вот это не назовешь. Ну и продолжим с составом Казанцев. Солкмурат Бакаев номер 87 и Джорджа Деспотович номер 9, Леонид Викторович Солуцкий, главный тренер футбольного клуба Рубин. И теперь состав Нижнего Новгорода. Здесь в воротах Артур Нигматуллин, 90-й номер, пока он не на контракте, на просмотре находится, но прекрасно знаком Нижегородским болельщикам. Артур Нигматуллин несколько сезонов, он был основным вратарем Нижегородской Волги. Это команда, после которой Нижний Новгород не был представлен в российской премьер-лиге, но и вот теперь, возможно, снова в высшем футбольном эшелоне России Артур Нигматуллин будет защищать ворота Нижегородской команды. В поле 22-й Никита Кокоев, 23-й Даниил Пенчиков, 24-й Кирилл Гацук, Дмитрий Югалдин номер 98-й, 41-й капитан команды Александр Сапета, 61-й еще один новичок, но вот он уже подписал контракт с клубом, внимание, тут Ховича рвется к воротам, передача и Деспотович, удар! Это не гол, не попадает серп в створворот. Да, так вот, Денис Ткачук подписал контракт с футбольным клубом Нижний Новгород и сегодня двойное поздравление ему, во-первых, с новым местом работы, да, во-вторых, с днем рождения, 32 года сегодня Денису Ткачуку исполняется. 78-й номер Николай Калинский, 6-й Артем Симонян, Игорь Горбунов номер 17-й и 93-й номер Тимур Сулейманов, Александр Киржаков, главный тренер футбольного клуба Нижний Новгород. Арбитры Олег Снегирев, Нижний Новгород и ему помогают Дмитрий Гурьянов из Балахны и Михаил Бальцеров, он также Нижегородец. Ваш комментатор Александр Быков, это вторая товарищеская игра в ходе подготовки к новому сезону и для Рубина и для Нижнего Новгорода, причем в первом мы играли между собой и Рубин тогда выиграл в Казани 2-1. Ну вот сегодня, если хотите, ответный матч. Понятно, что какой-то сверхборьбы здесь ожидать не стоит, поскольку, ну, все-таки матч неофициальный и от результата ничего не зависит вообще. Ну, для команд, а вот для игроков-то, возможно, кто-то на просмотре, кто-то будет биться еще за место в стартовом составе. Вот у того же Ткачука два очень серьезных конкурента, и Лео Гагличидзе, и Кирилл Малеров. Поэтому, ну, кто-то будет играть на 100% своих возможностей. Ну, надо понимать, что сейчас 100% возможностей каждого из игроков, кто сегодня на поле, это не 100% в ходе сезона, да. Команды и игроки только готовятся. И, опять же, второй товарищеский матч всего лишь. Поэтому, конечно, и физическая форма не на пике находится. Ну, так или иначе, посмотрим. Голы красивые мы можем сегодня увидеть. Во всяком случае, вот в первом матче это было. Хотя сегодня вот авторов этих голов в стартовом составе нет ни у тех, ни у других. Косарев оформил дубль у Рубина. И Гладжан забил за Нижний Новгород. Гладжан сегодня в запасе, а вот Косарева там нет. Ну, вообще изменений очень много. И появился, например, Хвичек в Расхеле на левом фланге. Ну, и многие-многие. Тот же Султмурат Бакаев, Уремович. Вратаря поменял Леонид Слуцкий. Да, где Макаров и Дюпин, да. Ну, их пока еще нет. Они только завтра присоединятся к команде. Получили небольшой отдых. После Евро. Не были в составе сборной России. И, правда, на поле ни тот, ни другой не выходили. Югалдин. Правляет мяч вперед. Югалдин, я так понимаю, будет сегодня фланг закрывать. Правый фланг. Ну, о расстановке чуть позже обязательно поговорим. Сейчас попривыкнем к позициям. Хотя вот уже у Нижнего Новгорода расстановка предельно понятна. В три центральных защитника играет Нижний Новгород. Ну, как и, собственно, в прошлом матче. Кокоев, Гацук и Пенчиков. Центральные защитники по флангам. Значит, Югалдин справа. Слева Ткачук. И они будут закрывать всю бровку. В центре полузащиты. Здесь четыре. Такой мощный кулак в центре поля. Четыре человека у Киржакова. Это Сапета, Калинский, Симоняна Горбунов. И центральный нападающий Тимур Сулейманов. О Рубине чуть позже. Угловой. Николай Калинский будет подавать. Итак, Калинский навешивает. И удар по воротам. Никита Кокоев, кажется, бил. Но здесь Артем Исмогилов справился. Посмотрим повтор. Тут сразу два воздушных единоборства выиграли нижегородцы. Да, это бил Никита Кокоев. У Рубина здесь схема иная. 4-3-3. В центре обороны играют Старфельд и Уремович. По флангам Зотов справа, Зуев слева. Абельдгор опорный полузащитник. Чуть выше будут располагаться Хваненбом и Сиат Хакшабанович. По флангам в полузащите Султмурат Бакаев справа, Хвича Кварасхелия слева. Ну и Джорджа Деспотович нападающий. Это был на ваших экранах Георгий Зотов. Правый защитник Казанская команда. А это Артур Нигматуллин. Вообще, вратарская линия очень серьезная у Нижнего Новгорода. Если еще команда подпишет клуб, точнее, подпишет Нигматуллина, то это будет еще большее усиление. Вот Артур Нигмат... Артур Анисимов, прошу прощения. Он в первом тайме в предыдущей игре защищал ворота своей команды. И, в общем-то, был эпизод, когда он показал, за что его болельщики местные прозвали Королем Артуром. Прекрасный удар отразил Самошникова. Это не Оставпец. Это Денис Ткачук. Ну, форма осталась. Вот Александр Оставпеца, который команду покинул. Ушедших довольно много, но вот что меня лично радует, что довольно много футболистов и осталось из тех, кто завоевывал право играть в российской премьер-лиге. Внимание, Деспотович. Да, ну, от Югалдина получил неожиданную передачу, но удар не получился у Джорджа Деспотовича. Лучший бомбардир Рубина прошлого сезона 14 мячей забил, но и один из лучших в России. Сам-то он себя абсолютно лучшим нападающим в нашей стране считает. А вот, в пользу Рубина это Александр Зуев. Когда он начинал свою карьеру в московском Спартаке, был крайним нападающим, но вот со временем перешел в оборону. но опять же в нападении точнее на чужой половине поля тоже довольно много времени он будет проводить. Там пошел Горбунов до конца, что называется, против Артема Смогилова. Ну и даже получил травму. Ну а мы смотрим повтор. Пас от Старфельда. Ух ты, да! По ногам-то съездил Горбунов вратарю. Ну, все в порядке с Игорем Горбуновым. Главное в сегодняшний матч, конечно, чтобы травм не было. Повреждения, конечно, могут подкосить подготовку игроков к сезону. Ну, а в целом, конечно, главное для тренеров еще наигрывать состав. Какие-то новые комбинации, новые схемы. Сейчас Дмитрий Югалдин будет сбрасывать аут на Сапету. Сапета в первом тайме не было. Тогда, в первом матче, тогда Кирилл Гацук выводил свою команду с капитанской повязкой. Вот Сапета, Гацук, Анисимов, Горбунов это те люди, которые как раз остались в составе Нижнего Новгорода. Те же Кокоев, Югалдин, Калинский, Сулейманов, Сусуев, Малеров, Шарипов, Гагличидзе и Галаджан. Вот из тех, кто сегодня и на поле, и в запасе. Подставлялся здесь Тимур Сулейманов, но вот сейчас получил он повреждение без нападающего. Атакует футбольный клуб Нижний Новгород. Ну и Филипп Оремович далеко вперед мяч выбивал. А здесь Сулейманов уже в спину подтолкнул соперника. Пока мы у бровки не видим ни Киржакова, ни Слуцкого. Но Леонид Викторович первый матч вообще смотрел с трибун. Тренеры иногда такое практикуют. Еще Константин Иванович Бесков так делал. Вот в последние годы в официальных матчах например Андрей Талалаев некоторые игры наблюдал с трибуны. Тайм со скамейки, тайм с места болельщиков. Хвича. Прекрасный прошлый сезон провел Хвича Кварацхерия и уже обратил на себя внимание скаутов и европейских клубов в том числе. Опять же с учетом того, что в Рубине сейчас есть Вишни и Легионеры может быть клуб он покинет. Но пока это на уровне слухов все. если я правильно понимаю, то с официальным запросом о трансфере к Рубину никто не обращался. Хваненбом получает желтую карточку. Еще один легионер из Южной Кореи. Предупреждение получил и Болг-Ван номер шестой команда Рубина. Довольно быстро первую желтую карточку мы с вами увидели. Для товарищеских матчей в общем-то даже на уровне сборных это не очень свойственно, а уж на уровне клубов тем более. это Югалдин так пошел сейчас в обыгрыш на нескольких футболистов соперника. Умничка раздается с тренерской скамейки в адрес именинника сегодняшнего Дениса Ткачука. Ткачук, кстати, по-моему, играл за Рубин. Вот сейчас режиссер трансляции Кирилл Макаров не подсказывает, что да, оба главных тренера отсутствуют на скамейках. И наблюдают за этим матчем с трибуны и Леонид Слуцкий и Александр Киржаков. Хвича, ну, по игре один в один в числе лучших находится Хвича Кварацхеля, ну и сажает на желтую карточку Дмитрия Югалдина. Пятнадцатая минута по карточкам один-один. предупреждение получил Дмитрий Югалдин номер девяносто восьмой карточки вошли номер ну и штрафной исполнит Сиат Хакшабанович. В прошлом матче в одном из эпизодов он в перекладину угодил. ну и штрафного конечно но в любом случае посмотрим. Здесь Нигматуллин. Двадцать два года Сиатуха к Шабановичу и он уже восемнадцать матчей провел в составе сборной Черногории и один забитый мяч на его счету. Вот у Даниила Пенчикова тоже футболка Сергея Зуйкова но мы с вами знаем, что двадцать третий номер теперь это Пенчиков. Двух футболистов с собой привел Александр Кержаков из Томи это помимо Пенчикова Артем Симонян шестой номер Ну и как кстати Гащенков у него написано на спине Михаил Гащенков тоже футболник Нижний Новгород покинул. Довольно поздно кстати в Нижнем Новгороде объявили имя тренера и больше скажу Антон Хазов начинал подготовку команды в качестве исполняющего обязанности но в том же ЦСКА например главный тренер появился позже чем в Нижнем Новгороде И какие-то договоренности с игроками видимо уже были поэтому довольно большая группа осталась Хван теряет мяч будет аут в пользу Нижнего Новгорода это Ткачук Долго Ткачук аут выбрасывает но вот меня что дал капитану Александру Сапете и нарушение правил фиксирует Олег Снегирев так подождал кому мяч достанется но он остался у Рубина но как-то уж слишком в сложной позиции скажем так поэтому решил Снегирев зафиксировать фол атака Рубина Хакшабанович Бакаев и пас назад на Абель на Абельдгора здесь Бакаев до мяча не добирается поддавил Рубин на много футболистов пошло в прессинг но в итоге аут и аут в пользу хозяев поля 19 минут позади счет не открыт 0-0 в матче Нижний Новгород Рубин Старфельд по Зуеву Зуев в центр на Уремовича уже говорил да что Уремович тоже в первом матче участия не принимал там Рубин фактически двумя составами сыграл думаю мы и сегодня то же самое увидим это будет интересно посмотреть как же защитную линию поменяет Леонид Слуцкий знаний защитников у Рубина в запасе немного но 11 человек на скамейке есть у Нижнего Новгорода 8 ну чуть позже поподробнее об этом поговорим уже с фамилиями да на 21 минуте рановато Пенчиков передача в центр на Кокоева в футбольной национальной лиге Кокоев играл не только в центре обороны но и в центре полузащиты но вообще это защитник ну вот Кержаков на историческое место возвращает Никиту Кокоева хотя в центре поля играя в центре поля Кокоев в прошлом сезоне забил два мяча в общем-то один важнее другого был Зуев Абельдгор Абельдгор и не точно выбивает мяч Датчанин а здесь перехват Салтмурат Бакаев ну и врываются Рубиновы в штрафную площадь это Сиатхак Шабанович был но с его ударом Артур Нигматуллин справляется Кворацкерия и опять пошел в обыгрыш подача Старфельд не получается удар у шведа вот он на ваших кранах Карл Старфельд на чемпионате Европы его не было но за свою национальную сборную он также заигран три матча провел в составе шведской сборной Карл Старфельд Абельдгор нарушает правила против Тимура Сулейманова и за голову схватился сейчас Сулейманов мощный датский опорник Оливер Абельдгор конечно да со всего маха въехал там удара по голове не было но когда ты не видишь соперника там всегда очень неприятные болевые ощущения кто в футбол играл знает о чем я говорю при таком ударе Кокоев Сапета передача на Пенчикова дальше налево на Ткачука и назад отдает мяч Ткачук снова Ткачук с мячом мяч от Зотова да уходит да Пенчиков перевод вперед но не ждали ни Горбунов ни Сулейманов вот такой передачи к тому же там поддавливали защитники повышая линию офсайда стартфельд на Уремовича Уремович в центр Хван ну а вот здесь поборется Хакшабанович да и мяч он забирает прострел да Деспотович мяч не доходит здесь еще один заброс и там Уремович поставил корпус Сулейманова и подстраховал Старфельд сыграл через вратаря по поводу предыдущего матча предыдущего состава на матч Леонид Слуцкий сказал что в таком сочетании вряд ли будут выходить казанцы по ходу сезона потому что слишком много игроков основного состава отсутствовало но вот этот состав больше на основу похож опять же есть Юрий Дюпин да есть Макаров которые безусловно игроки основы Рубина но сегодня по объективным причинам их нет Ткачук передача и удар поворотом угловой это значит что в ближнем углу Артем Усмогилов мяч отразил отскочил тут мяч от Симониана и удар наносил Тимур Сулейманов угловой Николай Калинский когда он находился на поле вот в ФНЛ он исполнял вообще все стандарты ну кроме пенальти и аутов и штрафные и угловые справа слева здесь Югалдин кореец Хван пытался надавить на молодого Югалдина но особо без успеха Югалдин четыре матча провел в прошлом сезоне но игрок очень талантливый а здесь Хвича бьет убрал мяч под правую ну можно сказать в своем стиле уже уже не нужно Арьяна Роббана вспоминать в таких ситуациях Хвича уже и сам звезда уж российской Т-лиги точно и вот именно эта звезда наносила удар по воротам сейчас но створ ворот Хвича в этом эпизоде не попал ну так заряжен очень серьезно Хвич Кварацхелия есть такие люди которым совершеннейшим образом наплевать товарищеский матч финал чемпионата мира или игра чемпионата национального всегда отдаются игре полностью Нигматуллин и опять единоборство Сулейманова и Абельдгора Симонян вырезает передачу но не точный пас получился на Ткачука хотя вот задумка была очень классная и Ткачук ее тоже оценил из могилов далеко мяч выбивает там Пенчиков выиграл воздуху Деспотовича но с мячом останется Рубин а вот в исполнении Александра Зуева Деспотович и что такое там травму кто-то из нижегородцев получил Кокоев да Никита Кокоев столкнулся с Ховичей судя по всему и будет спорный мяч ну наверняка Олег Снегирев сейчас просто отдаст мяч Рубину да так и есть Старфельд Уремович и сейчас сразу забегание мы видели от обоих фланговых защитников и вот эта зона сейчас пустует у Рубина Симонян нанес удар Артем Исмогилов хорош не в первый раз уже свою команду спасает но вот ему-то нужно себя показывать сегодня понятно даже если он несколько пенальти отразит в этом матче конкурировать с Дюпиным будет невероятно тяжело да даже с Медведевым который тоже немного играл в прошлом сезоне но тем не менее Старфельд Кворацхелия вновь Старфельд Зуев Старфельд Науремовича давно уже ждет передачу Георгий Зотов но пока партнеры без него обходятся знаете еще такое замечание последим за этим еще но довольно часто так ну внимание пенальти Хвича Кворацхелия зарабатывает пенальти про Игоря Горбунова чуть позже скажем сам эту комбинацию Хвича начал обыграл Сапету ну и потом за счет паса убрал двоих и потом его еще Кирилл Гацук подрубил сам же Хвича будет бить Артур Нигматуллин на ваших экранах Итак удар но в разные углы отправились мяч и вратарь 0-1 Рубин выходит вперед Хвича Кворацхелия забивает гол пенальти пожалуй бесспорно мяч ворота Кабар 31-я минута 21-й номер 0-1 кстати в паузе вот между назначением пенальти и непосредственно ударом некоторые футболисты отправились на скамейку водички попить но первый матч там вообще в подвиге паузы было на воду в каждом из таймов действительно было очень жарко в Казани там свыше 30 градусов сегодня в Нижнем Новгороде 19 и перед матчем прошел небольшой дождик такие обычно грибными называют но погода для футбола очень приятная сегодня в Нижнем Хакшабанович есть варианты справа и слева налево на Деспотовича и удар по воротам про прощение спутал я сейчас Хакшабановича с Султмурадом Бакаевым Хакшабанович как раз тот футболист который слева открывался Нигматуллин ну и здесь Зуев Абельдгор Хакшабанович передача направо здесь Зотов пошел вперед Георгий Зотов здорово его атаковал здесь Денис Ткачук ну и посмотрите отбирают мяч Нижегородцы Ткачук и нарывается на фол от Георгия Зотова Какоев Довольно рискованная передача была на Никиту Какоева там Хвичи его атаковал но вышли нижегородцы из этой ситуации Да вы знаете вот перед пенальти обещал вам рассказать такое тактическое наблюдение Игорь Горбунов довольно часто оказывается на одной линии с Тимуром Сулеймановым то есть владея мячом Нижний Новгород эпизодически переходит на игру в два чистых форварда Ну а сейчас стандарт Горбунову скорее нужно будет назад отойти хотя нет Денис Ткачук эту позицию занимает будет страховать Нижний Новгород от контратаки Каринский и Горбунов у мяча но тут же Горбунов от него отходит еще раз все стандарты исполняет Николай Калинский подача Ну а вот здесь пригодится Денис Ткачук Рывок Хвича Кварасхели Получился лишний Ну хотя лишний раз напрячь соперника тоже бывает полезно Это Гацук передача Горбунову Ой-ой-ой попадает сейчас Горбунов в Гацука И пришлось побороться за мяч Симоньян Передача налево над Качука Ну и мяч здесь уходит за пределы поля Артем Исмогилов от ворот Ну давайте к запасным 35 минут у нас уже позади Пора Никита Янович Голкипер в запасе Урубина Ну и также Сильвия Бегич Четвертый номер 27-й Константин Нижегородов Десятый Алекс Муцукатов Одиннадцатый Зурико Довиташвили Михаил Костюков Четырнадцатый Митсуки Сайто Номер шестнадцатый Двадцатый Олег Шатов Восемнадцатый Степан Суриков Леон Мусаев Девяносто девятый И девятый Иван Игнатьев Нет сегодня В запасе Ивана Савицкого Защитник Который выходил В первом матче И он находился На просмотре Но Эта история Завершилась Благополучно С просмотром Савицкого Врубине Контракт он подписал В запасе У Нижнего Новгорода Два галкипера Артур Анисимов И Николай Сысуев Ну и полевые игроки Кирилл Малеров Седьмой номер Тридцать седьмой Альберт Шарипов Лео Гагличидзе Девяносто первый Иван Галанин Четырнадцатый номер Полузащитник Казанки Который тоже Находится в Нижнем На просмотре Ну а также Артем Галаджан Девятый номер И десятый номер Алиф Бразилец Лучший бомбардир Калининградской Балтики В прошлом сезоне Все мячей он забил Джорджи Деспотович Отправляет мяч на трибуны В общем-то нет Мальчиков Подающих мячи Традиционных Да На Профессиональном Уровне Фирбольном Ну так Несколько мячей Разложили Организаторы По кромке поля Зотов Успеет К этому мячу Зотов Не самый удобный Пас Может быть был Но Зотов Тем не менее Ну и здесь догнал Подал штрафную И там Кирилл Гацук Выбил мяч на угловой Едва ли не первый Корнер Кстати У ворот Нижнего Новгорода Что пошел Хакшабанович Да Татуировка С номером 99 Из предыдущей трансляции Мы с вами узнали Что именно под этим номером Он будет играть По ходу сезона Но это год рождения Сиада Бакаев Абельдгор Удар по воротам Принимает Значит на себя Здесь Кирилл Гацук И будет аут В пользу Казанского Рубина 7 минут до конца Первого тайма Гол Хвича Хворацхели Пока единственный В нашем матче Не хочется говорить Рубин забил Только с пенальти Потому что пенальти Тоже попробуй забей И нынешний чемпионат Европы Это подтверждает Добавилась еще одна жертва Вот в этой Дуэли с вратарями Кириан Бапе Пополнил когорту Звезд самого высокого уровня Которые пенальти не забивали Салтмурат Бакаев Желтая карточка У нас уже Три предупреждения Предупреждение получил Салтмурат Бакаев Номер 87 Команда Рубин Это брат Зелимхана Бакаева Кто не знает Вместе когда-то они играли За Спартак 2 Нигматуллин Ну и здесь Сантиметров не хватило Тимуру Сулейманову Чтобы сбросить мяч на Калинского Там не знаю скорости хватило бы Николаю или нет Но пас бы был просто шикарный Абильдгор Хван И передача на Бакаева Здесь не успеет Зотов подстраховать Но в прессинг Тут же Зотов идет Сулейманов против Уремовича Мяч останется у Рубина Кажется Да Арбитры так друг на друга посмотрели Ну и приняли решение в пользу гостей Уремович Кстати говоря Болельщикам Нижнего Новгорода Открою небольшой секрет Уже На следующей неделе Появится очень подробная информация О продаже абонементов Уже Я так понимаю Эта продажа стартует Хрича Нет, не догнал Не догнал Хрича этот мяч Отворот Про него Леонид Суцкий сказал Что Товарищеский матч Не изменит Мнение Об этом игроке Но опять же По той же самой причине Это товарищеский матч И подготовка Только-только стартовала Ну Не то чтобы только-только Уже несколько недель Сборы Проходят Ну Следующий второй товарищеский матч За две недели Конечно Форму Оптимальную не набрать Да это и не нужно Формит они должны будут быть Еще через три недели Когда Чемпионат России Стартует Рубин нашу страну Будет представлять В Еврокубках В новом Еврокубке В Лиге конференций С третьего квалификационного раунда Казанцы там стартуют Гацук Калинский Передача направо Югалдин Нет Зуев его здесь опережает Ну смотрите Поборолся Югалдин И с мячом Сулейманов Да Под жестким контролем Старфельда И Зуева Здесь Пенчиков Сапета Невероятно важный игрок Александр Сапета Для Нижнего Новгорода Ментально прежде всего Ну и На поле конечно тоже Когда он отсутствовал В частности Ключевой матч Прошлого сезона С Оренбургом Были проблемы У нижегородцев Да Но по поводу того Что С третьего места Нижний Новгород Вышел напрямую Пару слов скажу Хотя много уже Об этом говорилось И понятно Что болельщики Оренбурга На Нижний Новгород Теперь В обиде Но Ребят Регламент был известен До начала Турнира И потом Как-то Просить его Подправить Сделать очередное Исключение Ну наверное Уже было наивно Поэтому здесь Ну на мой взгляд Все правильно И все заслужено Деспотович Хвича набирает Скорость рядом Передача именно ему Прострел Хван там ждал Передачи Но Хвича Не смог ее сделать Горбунов Сапета Пенчиков пошел Вперед Калинский Югалдин Ну и все Ничего не стал Добавлять Олег Снегирев 0-1 После первого тайма В матче Нижний Новгород Рубин Вперерыв Нижний Новгород Субтитры сделал DimaTorzok Вот он уже подписал Контракт с клубом Внимание Тут Хвича Рвется к воротам Передача И Деспотович Удар Это не гол Не попадает Вот он уже подписал Контракт с клубом Внимание Тут Хвича Рвется к воротам Передача И Деспотович Удар Это не гол Не попадает Итак, Калинский навешивает И удар поворотом Никита Какоев, кажется, бил Но опять же В нападении Точнее, на чужой половине поля Тоже довольно много времени он будет проводить Там пошел Горбунов Ну и врываются Рубиновы в штрафную площадь Это Сиатка к Шабанове Абельдгор нарушает правила Против Тимура Сулейманова И Но сегодня По объективным причинам их нет Ткачук, передача и удар поворотом Угловой Это значит В прошлом сезоне Игрок очень талантливый А здесь Хвича бьет В таких ситуациях Хвича уже И сам звезда Уж российской-то лиги точно И вот именно Сразу забегание Мы видели От обоих фланговых защитников И вот эта зона сейчас Пустует У Рубина Симонян нанес удар Такое замечание Последим за этим еще Но Довольно часто Так, ну внимание Пенальти Хвичик вырасхилит Итак, удар Но в разные углы Отправились Мяч Европей 0-1 Рубин выходит Вперед Хвичик Итак, удар Но в разные углы Отправились Мяч Европей 0-1 Рубин выходит Вперед Хвичик Практическое наблюдение Игорь Горбунов Довольно часто Оказывается на одной линии С Тимуром Сулеймановым То есть С Тимуром Сулеймановым С Тимуром Сулеймановым С Тимуром Сулеймановым Практическое наблюдение С Тимуром Сулеймановым Практическое наблюдение С Тимуром Сулеймановым С Тимуром Сулеймановым Практическое наблюдение С Тимуром Сулеймановым 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 Сулеймановым Продолжение следует... 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 Продолжение следует...